Мы сейчас соберем добровольное пожертвование. Это дом молитвы, мы построили с вами сами. Мы не получили, запад нам не помог, мы не получали деньги из-за рубежа. Это наши с вами финансы. И жертвуя каждый из нас, внося свою часть, мы можем сделать что-то большое и великое. Мы можем построить дом молитвы. Собственно, мы его завершаем строительство. Давайте прочитаем в Ветхом Завете, как израильский народ строил храм. Как они готовились к строительству храма? Первая параллель Папинон, 29 глава. Первая параллель Папинон, 29 глава. Если мы можем открыть ее, будет хорошо. И сказал царь Давид всему собранию. Царь Давид, его жизнь подходит к концу, к завершению. И он готовится. Бог сказал ему, что он не построит храм, потому что он пролил много крови, участвовал в военных походах, сражениях. И его сын Соломон построит храм. И Давид говорит, хорошо, но я хочу поучаствовать. Я хочу собрать все необходимое для Соломона. Ну, раз я не могу сам построить, но я все подготовлю. Я все закуплю. Все будет готово. Он говорит, Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен. А дело сие велико, потому что не для человека знало сие, а для Господа Бога. Знаете, все это здание построено из наших с вами жертв, пожертвований. В Ветхом Завете мы видим, когда человек приносил жертву Богу, то Бог отвечал посредством огня. И вот мы, когда построили это здание, только-только въехали, было первое молитвенное собрание. У нас группа собралась молиться на кухне. И когда мы начали молиться, я ощутил очень сильное вдохновение, радость, просто какой-то поток Божьей любви, ободрение. Какое-то, не знаю, я не ожидал. Думаю, Боже, почему так легко молиться, так легко идет молитва. И я смотрел по сторонам, стены еще в известке, потолок не готов. И вдруг я понимаю, что каждая часть, вот эта стена, эти кирпичи, кафельная плитка, все это из наших с вами жертв. Мы построили большой жертвенник для Господа, и Он свой огонь сюда поместил. В Ветхом Завете Бог говорит, когда была скиния построена сначала, большой шатер, где Божье присутствие обитало, потом позже храм Соломона, там должен был постоянно гореть огонь на жертвеннике. Постоянно. И первосвященник должен был этот огонь поддерживать. И вы знаете, что огонь символизирует присутствие Бога, живую жизнь с Богом, живые отношения. И когда мы построили это здание, я думал раньше так, что вот мы, приходя сюда, мы, ну как мы, его царственное священство, и когда мы здесь молимся, мы огонь поддерживаем. Но я видел, что это не так. Знаете, что Господь Иисус Христос, Он наш первосвященник, и Он сам на этом жертвеннике поддерживает огонь. И мы, приходя сюда, потухшие, уставшие, может быть, изможденные, мы зажигаемся от того огня, который здесь уже есть. Поэтому здесь легко идет молитва, здесь легко слышать Бога. Аминь. Мы делаем непрерывные молитвы. И слава Господу. Ну и прочтем дальше. Что делает Давид? Он говорит, «Всеми силами я заготовил для дома моего, для дома Бога моего, золото для золотых вещей, и серебро для серебряных, и медь для медных, ну и золото, серебра мы не строим, железо для железных, железо нужно, и дерево для деревянных, камни оникса, и камни вставные, камни красивые, и разноцветные, и всякие дорогие камни, множество мрамора, «И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное, и золото, и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего». Сверх всего, что заготовил я для святого дома. Три тысячи талантов золота, ну один талант золота, это где-то 32 килограмма. Три тысячи, нормально, да? Почти 10 тонн золота заготовил, просто золотишко из своих, я вот просто хочу. Семь тысяч талантов серебра чистого для обложения стен в домах, для каждой из золотых вещей, для каждой из серебряных, для всего изделия рук художнических. Не по усердству, или кто еще жертвовать сегодня для Господа? Сегодня мы продолжаем жертвовать. Есть обычные наши десятины, которые мы приносим, сколько там, раз в месяц, или два раза в месяц мы приносим эти десятины. Но сейчас, когда мы завершаем строительство дома молитвы, мы говорим о жертве. Мы говорим о чем-то, что мы даем экстра, что больно для нас, что ощутимо для нас. Это не так, что, ну как жертва, если ты, скажем, зарабатываешь, ты полмиллиона рублей, дай Бог каждому, то, наверное, 500 тысяч для тебя не жертва. Что вы так смотрите на меня? Дай Бог каждому. Но жертвой, может быть, будет там несколько сотен. Ну, к примеру, я говорю. Ну, то, что жертва, то, что для нас ощутимо. И сейчас время жертвовать. И написано, и стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над именеми царя. Вы знаете, мы в конце августа объявили о том, что мы вот этот месяц собираем, чтобы в октябре, на день рождения церкви, мы могли заехать в верхний зал. Мы стали жертвовать, вы стали жертвовать. А нам нужно купить 250 стульев. Один стул стоит 3800 рублей. И мы уже оплатили, а у нас осталось оплатить за 36 стульев. Представляете? То есть мы собрали финансы уже на... У нас 813 200 рублей у нас собраны на стулья. Вот так вот. Слава Господу. Давайте вас дадим. Слава Богу. Хорошо. Есть сила даяния каждого. То есть твой дар, он очень значим, он важен. Ты думаешь, ну что решат мои там 500 рублей или там 5000. Ну не завершим отделку. Но если каждый из нас внесет ту часть, которая из нашем сердце, мы завершим. Аминь. Аминь. И у кого-то сегодня есть возможность больше жертвовать, у кого-то меньше. Но вместе, совместными усилиями, мы сделаем то, что не под силой сделать одному человеку. И вот эти начальники стали жертвовать, и мы жертвуем. И давайте мы сейчас соберем эти пожертвования. Аллея, спросите Господа. Когда мы в конце августа объявили об этом, нас примерно 150 человек ходит каждое воскресенье. И Бог бросил мне личный вызов. Потому что я искал весь август, где занять деньги. Нам нужно полтора миллиона, чтобы завершить отделку. Я искал, где занять. Кредит пробовал взять на себя. Не дают. Ничего. И потом в какой-то момент я почувствовал, как Господь мне сказал, говорит, Алесея, деньги эти внутри вашей церкви. Я говорю, и где они? Он говорит, ну ты же можешь 10 тысяч пожертвовать. У вас 150 человек. Вот по 10 тысяч скиньтесь, и будет полтора миллиона. Я понимаю, кто-то не может 10 тысяч, но кто-то может больше, кто-то меньше. Но я верю, что вместе мы, жертвуя, мы эти финансы соберем, перейдем наверх. И я прямо, знаете, я получил сердце, что мы продолжим наше собрание утреннее, но также мы откроем молодежное собрание. И также будет проповедоваться Слово Божие на молодежных собраниях. Но будет там служить молодежь, наши дети, наши подростки, с тем, чтобы мы... Слава Господу, да. Алла-олея. Потому что мы строим это для них. То есть мы родители, мы работаем на своих детей. Аминь. И мы духовные родители, христиане, мы работаем на то, чтобы передать нашу веру следующему поколению. Мы здесь сидим с вами. Почему? Потому что христиане до нас верили, молились и передали веру нашим дедам, дедам и нашим отцам, а они нам. Аминь. Алла-олея. Слава Господу. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы так благодарны Тебе за Твою милость и за Твою благодать. Дух Святой, я приглашаю Тебя. Приди, Господь, и благослови каждого даятеля во имя Иисуса Христа. Боже, Ты любишь доброхотного, доброхотно дающего, радостно дающего. Боже, пусть наши даяния будут с радостью в сердце, потому что мы благословляем Твой дом, мы благословляем Твою работу. И мы знаем, Господь, что Ты любишь, Господь, доброхотно дающего. Ты сам даятель. Ты отдал своего сына. Ты продолжаешь, Господь, щедро одаривать нас своими дарами. И я прошу Тебя, подай обилие посеянному нами. Папа Бог, благослови каждого человека. Благослови в наших работах, трудах. Благослови открывать новые бизнесы, новые предприятия. Папа, даруй повышение зарплаты, Господь. Кто нуждается в новой работе, даруй новую работу. Господь, те, кто не может уже работать, Господь, открой сверхъестественные источники обеспечения во имя Иисуса. Я благословляю детей, заботиться о своих родителях, которые уже в старшем возрасте не могут работать. Папа, я благословляю просто каждого человека доверяться Тебе и принимать от Тебя Твое обеспечение. Ты наш обеспечитель. Мы делаем свою часть. Мы получаем зарплату, Господь, Боже. Но Ты наш обеспечитель. Ты обеспечил нас жизнью, силами, работой. Все от Тебя, Господь. Все от Тобой и к Тебе. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Можно пожертвовать, да. Слава Богу. Давайте, слава Богу, воздадим. Спасибо огромное за Ваше даяние. Давайте мы встанем и продолжим дальше славить нашего Господа.